Сахарный диабет входит в число наиболее опасных и распространённых заболеваний. Раньше при таком диагнозе не существовало эффективного лечения. Однако в 1922 году произошло открытие, подарившее надежду. Благодаря курсу лечения инъекциями инсулина удалось спасти миллионы жизней. С тех пор пройден большой путь. 14 ноября было провозглашено Днём борьбы с диабетом. Именно значительно повышенный уровень сахара в крови считают основным показателем такого заболевания, как сахарный диабет. Он может привести к серьёзным осложнениям – нарушению работы почек, поражению сетчатки глаз, сбоям в работе сердца и сосудов. Иногда протекает абсолютно бессимптомно. И люди, которые не выявили его на начальных этапах, обращаются уже действительно с тяжёлыми осложнениями, которые очень тяжело будут в дальнейшем проявить какой-то прогноз. То есть лечение тяжелее поддаётся. То есть чем раньше человек обратится для диагностики сахарного диабета, тем более благоприятно протекать его лечение. Первые симптомы сахарного диабета – это, конечно, жажда. Это часто мочеиспускание, сухость во рту, снижение зрения, резкая потеря веса, либо набор веса. То есть у всех может быть это по-разному. Конечно, у одних людей есть предрасположенность к этому заболеванию, у других нет. Факторы риска никто не отменял. Это наследственность, это физическая нагрузка, то есть у всех тяжёлый рабочий период. Это лишний вес, это вредные привычки к алкоголю, курению. То есть это всё способствует развитию сахарного диабета, питания, то есть передание сладкого ночного. Для того, чтобы свести к минимуму возможность заболеть диабетом, нужно принимать профилактические меры. Отказ от вредных привычек, то есть отказ от алкоголя, курения, рациональное питание, то есть дробное завтрак, обед, ужин, перекусы, то есть 3-4 раза в день как минимум. Они как зачастую, это сейчас бывает, в лучшем случае вечером человек покушает и днём забывает, то есть некогда. То есть на это тоже нужно обращать внимание. Ну и, конечно, всё-таки хотя бы обследоваться при каких-то малейших подозрениях на сахарный диабет, даже при единичных симптомах. Своевременная диагностика способствует эффективному лечению. Об этом не стоит забывать, считает опытный врач-эндокринолог Марина Середа. У нас на территории ЦРБ работает центр здоровья, где всем гражданам Саинского района, то есть исследуют уровень глюкозы крови. И при малейшем увеличении, то есть рекомендуют наблюдение, то есть не просто так померили, ушли, а всё-таки проконсультироваться, установить окончательный диагноз и подобрать своё временное лечение. Диагноз сахарного диабета совсем не приговор. Если вести здоровый образ жизни, не переедать, отказаться от вредных привычек, постоянно следить за состоянием здоровья, то можно жить полноценной жизнью. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.